Всем добрый вечер! Рада приветствовать вас в пресс-клубе. У нас сегодня открытая летучка с проектом «Имена». И прежде чем мы начнем, я хочу рассказать вам о том, что сегодня у вас будет возможность задать свои вопросы двумя способами. Как обычно, вы можете поднять руку, а второй способ вы можете прислать нам свой вопрос. Вы можете открыть на своем телефоне сайт слайда.ком, набрать код K820, набрать свой вопрос, свое имя и прислать. Я побуждаю вас пользоваться таким способом. И давайте начнем. Екатерина Синюк, руководитель проекта «Имена». Всем привет еще раз. Меня зовут Катерина Синюк. Наверняка, если вы сидите на фейсбуке, получали от меня много сообщений с просьбой поддержать имена. Пресс-клуб несколько раз приглашал нас выступить, меня и команду, но мы упорно отказывались. Не потому, что мы боялись отвечать на какие-то вопросы, а потому, что очень долгое время я на самом деле не знала, что будет с именами. И имена запустились как такой медиа-эксперимент. И то, чем этот эксперимент закончится, я на самом деле не знаю до сих пор. Когда мы запускали, я запускала как автор краудфандингового проекта, автор сбора средств. Первый раз бюджет, сбор средств на сами имена, мне было очень волнительно. И было очень даже страшно, потому что я очень болела за этот проект изначально. Но было со мной рядом очень мало людей. И то, что сегодня мы здесь, спустя полтора года, ребята, которые работают со мной, которые присоединились к команде, они потом выйдут и расскажут о себе, чем они занимаются, ответить на ваши вопросы. То, что вот мы здесь, это для меня большое чудо, потому что люди нас поддержали, и этот эксперимент хочется продолжать дальше. И сейчас давайте я, наверное, расскажу про этот эксперимент в целом. Расскажу, почему, начинаясь как журнал с историями, мы больше не называемся журналом. Наверное, вы заметили, что мы очень редко где-то теперь употребляем слово журнал. Как мы от журнала перешли к слову платформа, к пониманию того, что имена — это именно платформа. Расскажу с самого начала. Много уже я, в принципе, и рассказывала. Какие-то вещи не буду повторять. Буду стараться коротко, чтобы больше было времени ответить на ваши вопросы. В 2016 году появились имена, 11 апреля. К этому дню мы готовили, наверное, 5 или 10 материалов. Я начинала это все. И партнеры в платформе «Толока», которые предоставили нам свой краудфандинговый сервис, я это видела как журнал изначально, в котором мы будем писать истории, и помогать людям, помогать проектам, которые решают проблемы. Здесь я перечислила очень коротко, какие цели вообще были изначально у имен. Действительно, я вот просто, поскольку работала больше 10 лет журналистом, я не понимала ни в благотворительности, ничего не вообще в общественных организациях, но писала много на социальные темы. И, наверное, когда-то поняла, что я в один момент, в 2014 году это было, что я просто теряю, теряю, теряю интерес к профессии, потому что, ну, мне кажется, я уже написала обо всех острых проблемах, которые были. Начинала писать по второму, по третьему кругу, а каких-то системных перемен, глобальных перемен в жизни героев я не наблюдала. И просто, ну, в какой-то момент, в какой-то день я поняла, что я не хочу больше идти на работу. Начиналось поэтому всё с этого. Хотелось создать место, в котором можно будет писать истории, истории о проблемах и каким-то образом их решать. Ну, вот в очень долгое время я совершенно не могла понять, чего я хочу, как решать проблемы, как решать, что я видела очень долгое время. Я пишу о какой-то проблеме. Тутбай, где я очень долго работала, это та самая площадка, где можно замерить градус, наверное, настроений в обществе и проследить реакции и людей, и чиновников, и общественных организаций на любую проблему, которую ты там поднимаешь, потому что аудитория очень широкая. И, как правило, все реакции заключались со стороны людей, которые были недовольны проблемой, увидели, услышали проблему. Я там очень сильно старалась, много работала над тем, чтобы вскрыть какую-то проблему. И максимум, что делали люди, это обсуждали на форумах, либо в своих социальных сетях, туда вот выплескивали свое недовольство. Что еще происходило? Кого-то увольняли, сажали, ругали. Ну, собственно, это вот такая парадигма, в которой, наверное, и многие из вас, кто журналисты есть, здесь находятся, вам это будет знакомо. Поэтому захотелось дать, наверное, людям какую-то опцию, помимо того, чтобы прокомментировать что-то на форуме или обсудить что-то на кухне, дать им возможность включиться в решение проблем. Но как это делать, я вот совершенно не знала. И в один из прекрасных дней осенних я увидела в Фейсбуке рекламный материал, который был затаргетирован на меня, видимо, как на целевую аудиторию. От портала «Такие дела» я попала к ним на сайт, узнала, посмотрела, чем они занимаются, стала очень глубоко детально изучать и поняла, что это вот то самое, что очень давно нужно было бы делать в Беларуси. Ну, я, наверное, про это смогу подробнее потом рассказать. Значит, изначально очень хотелось писать истории о жизни людей, заниматься социальной журналистикой, которая, как мне казалось, уже потихонечку умирает, и возможности ее развивать нет. Мотивировать людей все-таки, если вам что-то не нравится, вы читаете о проблеме, что-то делать, выходить за пределы стандартные, развивать культуру благотворительности и финансироваться читателями. И вот последний пункт особенно вызывал очень много вопросов, потому что тут краудфандинговую кампанию я очень долго не могла запустить. Просто нажать на кнопку «Опубликовать проект» и запустить сбор средств, сказать, ребята, мы собираем на редакцию. Но мы это начали делать. Миссия была сформирована, надо было ее сформулировать очень коротко, вот и всегда держать ее перед глазами. Сформулировала я ее так. Быть медиаплатформой, которая не только отображает или критикует действительность, но и помогает созидать. Что я под созиданием имею в виду, это именно включение деньгами, руками, мозгами, знаниями в решение проблем. Только нестандартные вот эти вот поговорить, обсудить, поныть и точка. Имена сегодня — это онлайн-платформа, тоже, если коротко формулировать, которая пишет статьи о социальных проблемах в нашей стране и имеет встроенный сервис, который на сегодня позволяет вот как раз-таки включаться в решение проблем. Как это работает? Я буду рассказывать поэтапно, потому что даже при том, что полтора года мы уже работаем, очень часто слышу вопросы, что все равно не до конца все понимают поэтапно, как мы работаем. Редакция публикует статью. В статье есть кнопка «Помочь», которую вы наверняка видели, она такая большая и красная, специально старались ее выделить. Нажав на эту кнопку, человек может отправить с карточки любую сумму на работу общественной организации, которая решает проблему и которая уже показала результат организации. Здесь пример того, как это выглядит. Вот название проекта. Здесь сумма, здесь вот эта кнопка «Помочь» есть. Вот выбор суммы – это то, как мы работали долгое время, когда у нас были только разовые переводы. Человек выбирает любую сумму, нажав на кнопку «Помочь», он переводит. Кого конкретно финансируют читатели? Два основных момента. Первый – это деятельность общественных организаций, людей, которые выполняют важную для общества функцию. Здесь они перечислены, спасают, помогают, поддерживают, социализируют, защищают. Но они очень часто, вот в Беларуси, это такие вот какие-то энтузиасты, или, ну да, которые в одиночку это делают и остаются без заслуженного внимания и общества, и СМИ, о них просто не знают. И это именно инфраструктурные социальные проекты, которые работают и помогают не одному-двум людям, а большой группе благополучателей. Ну и сами, да, которые сами успешно решают проблемы и помогают различным категориям населения, потому что бывает такое, особенно поначалу спрашивали, ну это имена, что ли, сами там ходят, кому-то помогают. Нет, мы вручную на самом деле не ходим, не помогаем, не обучаем людей с инвалидностью IT-знанием и так далее, не ходим, не ухаживаем за престарелыми людьми, которым нужен уход, которые остались одни. Мы помогаем тем организациям, которые это делают, но не имеют ресурсов на это. Главный критерий при отборе проекта, проект должен подтвердить, что его работа системно улучшает жизнь. То есть мы долго при отборе проекта пытаемся понять, насколько эта организация эффективна. Именно поэтому, если к нам придет, допустим, проект, который, у него будет очень хорошая идея, но он не сможет доказать, что он действительно уже помогает и уже имеет опыт в этом. Мы такой проект вряд ли возьмем, скорее всего, не возьмем поддерживать, потому что это такой стартап, и мы не сможем поручиться за то, что они будут действительно выполнять свою работу. Примеры действующих уже проектов. Я думаю, что вы на сайте у нас их видели и знаете, у нас их не так много на самом деле. За полтора года 25 проектов. И здесь я просто перечислю, почему какие-то основные, которые были уже, которые идут сейчас, и почему они именно инфраструктурные. Первый проект — это социальные няни. Я просто сейчас перечислю, потом более подробно расскажу. Няня вместо мамы — проект, который начинался с одной няни, которая работала в Гродно, и сейчас это... Сколько, Юля? 18 нянь. Да, образовательные эти курсы в приютах Минска. Четыре из шести, то есть уже большая часть приютов. Онлайн-школа дистанционного обучения инвалидов, поисково-спасательный отряд «Ангел», поездная служба Белорусского детского хосписа. Это разные проекты, направленные на разные категории людей, но при этом они это делают профессионально и постоянно. Вот «Няня вместо мамы», 2016 год. Да, это был один проект, даже не знаю, проект ли это, это была одна няня, которая помогала детям, которые попадают в больницы и находятся там без мам. Я думаю, что вы очень хорошо уже знаете этот проект. Это один из таких самых, наверное, из тех проектов, которые очень впечатлили многих людей, потому что они просто не знали об этой проблеме раньше. И в 2016 году мы собирали на двух нянь, с одной до двух хотели на ее коллегу собрать, чтобы они вместе могли ухаживать в больнице. И когда мы увидели успех этого проекта, теперь уже в 2017 году проект расширился, и теперь будет работать сколько это получается регионов. Ну, в общем, здесь, да. Сейчас уже собрано на 15 нянь из 18, вот в 13 и из 16 больниц. Брест, Барановичи, Гродно, Лида, Сморгонит. То есть здесь есть карта, и именно потому по этой карте можно понять, что вот эти вот красные плашечки – это то, что создали люди, ту инфраструктуру, которой не было раньше. Вот почему эта инфраструктура. И от нас на самом деле зависит очень много, будут ли эти красные плашечки распространяться по всей Беларуси, будет ли это развиваться дальше. IT-курсы в приютах. Тоже проект, который работает долгосрочно и работает системно с детьми, которые находятся в приютах, куда попадают они, когда их изымают из семей. В России такой проект реализует общественная организация. И вообще все проекты, которые у нас есть сейчас, во многом начинались с того, что я просто брала российские примеры, далеко не ходила и искала здесь аналоги. И вот так было с нянями, так же было с приютами. Абсолютно я здесь не нашла ни одной общественной организации, которая бы помогала детям, которые попадают в приюты. Они там до полугода живут и ждут, что с ними будет. Вернутся они в семью, не вернутся они в семью, попадут они в детский дом или к каким-то другим людям. И нашла, что этим занимаются, оказывается, айтишники у нас. Компания игровая Вайзер Геймс, они делали, эти курсы спонсировали в двух приютах Минска. Я когда узнала о том, что вот они это делают в заводском Первомайском районе, в семнадцатом году мы решили попробовать, давайте мы соберем на третий приют. Этот сбор оказался успешным. И потом, чуть позже, присоединилась еще одна компания, тоже игровая, и курсы появились еще и в московском районе. Сейчас мы... То есть это тоже пример того, как проблему, которую мы видим, которую вообще все проекты просим, которые к нам приходят, сформулировать очень четко проблему, которую они решают. И когда мы видим, что проект успешно решает эту проблему, вот нам интересно, нам как площадке, интересно, чтобы этот проект распространялся как можно дальше. Вот то, что сейчас из двух доросло до четырех приютов, да, и то есть мы фактически покрыли весь Минск. Это уже вот говорит о том, что, во-первых, это для нас, как для площадки, успешно. И сейчас мы ищем возможности еще продлить, распространить эти курсы дальше по Беларуси. Сейчас разговариваем с Брестом. И причем мы до сих пор не знаем, как это будет. Либо мы найдем какой-то бизнес, который сможет взять под крыло вот остальные приюты. То есть либо будет частично финансироваться, и мы продолжим забор средств. Я не знаю. Нам очень хочется, чтобы проект распространялся. Дистанционное обучение инвалидов. Вот это как раз таки история, когда пришел человек, у которого не было организации. Это Саша Макарчук, который управляет компьютером при помощи голоса. У него не было организации. Но мы знали, что он успешно уже давно обучает таких вот тяжелых людей, тяжелых в плане болезней, которые не могут сами развиваться, не могут что-то сами делать. Он их обучал просто компьютерной грамотности. И мы проект этот поддержали. Как раз таки поняли, что если он уже успешно помогает людям другим, значит, он может еще больше масштабироваться, расширяться. Сейчас в системе проекта, ну вот, то есть мы собрали на запуск школы, 277 студентов обучил, всего там в системе зарегистрировано, да. И 29 человек уже полностью окончили курс, и мы вот готовим материал о том, чьи жизни изменились вот после вот того, что эту школу мы поддержали. И на самом деле очень много интересных примеров. Это история и проект выездная служба Белорусского детского хосписа. К сожалению, пока имена не могут тоже дотянуться до всех регионов. В основном мы все проекты, вы, конечно, смотрим здесь из Минска. И это вот проблема не только имен. Вообще на самом деле очень многие общественные организации в регионах, мы вообще даже, вот честно, не очень представляем, чем они занимаются. И очень, наверное, не знаю, то есть многие проекты, которые начинаются в Минске, только потом они идут куда-то в регионы. Вот белорусская проблема в том, что в отдаленных регионах очень часто нет хосписов, нет возможности, там, неизлечивым больным детям, получить какой-то уход или помощь, чтобы облегчить вообще их вот эти ежедневные страдания. И белорусский детский хоспис, они придумали такой проект, ну, который, значит, это автобус, да, который ездит со специалистами на борту в отдаленные регионы. Ну, это проще, чем очень долго строить хосписы где-то там в регионах, это и дорого. Вот. Вот, ездит по регионам и помогает семьям, обучает, как взаимодействует, короче, помогает своим детям. И врачей на местах, потому что врачей тоже знаний не всегда хватает, как с такими детьми обращаться. Клубный дом. Проект, который помогает. Когда-то был в системе государственного социального заказа, финансировался из госбюджета, потом перестал так финансироваться. И, на самом деле, это очень важный проект, тоже системно решающий проблему. А проблема очень серьёзная. Люди, которые попадают в психиатрические больницы, потом выходят, и им очень сложно найти работу, им очень сложно найти, в принципе, себе занятий. Да и вообще им очень сложно понять, принять самого себя, чтобы дальше, вот, после такого, иметь такой опыт, вообще идти куда-то в люди, в мир и снова жить нормальной жизнью. Вот. Этот проект мы тоже поддерживаем. Проект «Рождённые раны» — это про то, что в Беларуси, вот это хороший, наверное, пример, один из самых лучших показателей в СНГ по выхаживанию детей с очень-очень низким весом, недоношенных детей. И я так понимаю, что раньше эти дети, которые рождались с низким весом, они становились инвалидами очень часто. Но поскольку их научились выхаживать, то и... То есть процент инвалидности снижается, да? У нас какой там процент сейчас, Юля? Ну да, то есть чтобы дети, которых выходили, не становились инвалидами, а росли нормальными детьми, очень важен первый год того, как родители будут за ними ухаживать. А родители, то есть вот после того, как выписывают их маму, да, с ребёнком из роддома, всё, дальше у них нет информации о том, как им с этими детьми, со своими обходиться. Вот. И этот проект, который запустила заведующая РНПЦ «Мать и дитя» вместе с родителями, который помогает как раз таки консультациями и объясняет, как выхаживать дальше своих детей, чтобы они росли здоровыми. Так. Как устроен процесс работы с проектами, да? Общественная организация, вот это тоже очень важный момент, потому что его тоже очень часто, один из самых частых вопросов, который к нам поступает. Как работает? Общественная организация подаёт заявку. У нас пока нету формы заявки на сайте, она скоро появится, в публичной. Подаёт заявку на поддержку, где описывает, пока вот для начала в письменном виде, какую проблему они решают, кому они помогают. считает свой бюджет детально, детально считает бюджет с учётом налогов, отчислений в СССР, банковских комиссий. И мы спрашиваем ещё, какое финансирование в принципе общественной организации есть. Сто процентов бюджета ему нужно собрать, или половину, или вот чем именно, сколько денег нужно. Вот это пример сметы проекта «Няня вместо мамы». Публикуются на сайте. Вот. И дальше, дальше вот пришёл к нам проект с какой-то суммой. Год назад ещё, поскольку мы, ну скажем, экспериментировали, вообще проверяли, будут ли люди поддерживать проекты, проекты были с небольшими суммами. Сейчас уже проекты приходят такие большие, с большими суммами, но мы после экспертизы, анализа этих проектов берём их. И перед тем, как… То есть дальше нам нужно, как площадке, убедить людей, рассказать им о том, почему важен этот проект, о том, почему важно ему быть, почему важно его поддержать. И организации знакомят нас со своими подопечными, помогают с контактами героев, и дальше мы едем писать истории. Последний, наверное, этап – это то, что мы ждём отчёт от организации о том, как они тратят средства. И этот момент отчётности касается абсолютно всех и тех, кто, скажем, и так в состоянии отправить отчёт, хотя очень редко почему-то у нас нет культуры отчитываться общественными организациями перед людьми, куда они тратят деньги. И Саша Макарчука, который управляет голосом, компьютером, и если он вовремя отчёт не прислал, то, значит, мы будем с него спрашивать точно так же, как и со всех остальных. И он тоже знает. Имена в работе с общественными организациями – наша роль. Коротко. Оцениваем эффективность проекта. То, о чём я говорила. Мы первые проекты, которые брали, мы, в принципе, справлялись своими силами. Сейчас мы привлекаем по необходимости экспертов в сфере благотворительности. Нам важно получить, быть уверенными в том, что этот проект действительно достойный. Дальше мы подключаем проекты к публичному счётчику на сайте. Я его так назвала. То есть это когда видно, сколько нужно бюджета. Мы формируем бюджет на год у проекта. То есть просим бюджет посчитать на год. И система устроена таким образом, что у каждого проекта есть свой отдельный кошелёк. Это можно сказать, что это такой идентификатор, потому что этот номер кошелька мы вбиваем к себе на сайт. В принципе, всё. Больше финансовых у нас взаимоотношений с организациями нет. К этому номеру кошелька, который каждый проект открывает в PriorBank, привязывается счёт. Если у Ангела счёт в Белинвестбанке, у Рождённых Рана в Беларусьбанке, неважно. Мы берём их же счета, не свой счёт, их же счета, которые привязываем к электронному кошельку, и дальше все деньги отправляются в зависимости от того, на какую кнопку, какому проекту помочь нажал человек. Нам нужен электронный номер кошелька только для того, чтобы мы могли видеть в режиме реального времени, сколько собирается денег. Это, ещё раз подчеркну, то есть это очень важный момент. Мы не собираем деньги у себя где-то на своих счетах. Эта система, которую мы используем и которую мы разрабатывали в принципе под себя вместе с PriorBank, платёжной системой WebPay, заключается в том, что деньги идут напрямую в организации. Так сегодня никто больше не работает. Дальше мы пишем историю в поддержку проекта, обеспечиваем сервис для общественных организаций. Это возможность получать от наших читателей разовые переводы, либо люди будут подписываться. То есть это для них большая возможность про подписку расскажу чуть отдельно попозже. И последнее, что мы делаем... Нет, не последнее. Оплачиваем рекламу материала в соцсетях, потому что мы... Ну, у нас все практически там 70% заходов на сайт это Facebook. Мы распространяемся через Facebook и рекламируем свои материалы. То есть делаем так, чтобы люди видели их в ленте. Ну, потому что у нас не такая система, при которой у нас там каждый день выходят материалы. Такого пока нету. И поэтому основной канал распространения информации о себе это Facebook. Плюс рекламщики нам помогают, партнёры, которые просто делятся своими какими-то бюджетами, берут просто наши материалы и за свой счёт их где-то в соцсетях рекламируют. Привлекаем жертвователей от бизнеса. Мы только начали это делать, потому что вот всё это время мы, наверное, ну, были рассчитаны, наш сервис рассчитан на то, что вот физлицо, там, один отдельный человек, он взял и перевёл деньги. Мы не работали с бизнесом, нет такой возможности бизнесу кому-то, да, нажать на кнопку «Помочь» и перевести деньги. Вот. Сейчас это... Мы видим запрос, видим запрос со стороны бизнеса тоже знать, кому они могут помочь. И это очень круто, что начинают появляться такие вот кейсы, хорошие истории и их вовлечение. Вот это вот один из примеров. Сеть магазинов соседей по всей стране собирали деньги на проект «Няня вместо мамы» и потом сообщали нам эту сумму, мы её добавляли к счётчику, потому что даже если мы через, ну, в режиме реального времени не фиксируем какие-то деньги, да, то есть не через сайт, мы всё равно просим, у нас есть в соглашении с проектами такая строка, что деньги, которые пришли на проект откуда-то ещё, они нас информируют, мы добавляем их на сайт, чтобы все видели реальную сумму, реальный бюджет на проект. Вот. Вот это последний этап уже. Публикуем отчёт о потраченных средствах. Это вот то, как это выглядит на сайте, можете тоже зайти посмотреть. Это тоже по няням за прошлый год. Так, в среднем на сайте у нас 100 тысяч уникальных пользователей. Конечно, надо больше, надо, скажем, наверное, искать партнёров, наверное, надо больше писать историй. Будем к этому стремиться. Будем рассчитывать на помощь вашу, на помощь, не знаю, тех людей, которых мы ждём сейчас, свою команду об этом, я тоже расскажу, кого мы сейчас ищем. И то, что я говорила, 67,5% заходов из соцсетей, ну это, то есть, такое фейсбучное распространение. 13% прямые заходы. Первые итоги, ну вот, за полтора года 425 тысяч рублей мы собрали в поддержку проектов, это больше 217 тысяч долларов. В финансировании проектов поучаствовали больше 20 тысяч человек. Что я, конечно же, не могла даже предполагать, я не знала. Вот когда мне спрашивают, ожидала я, что будут белорусы там как-то откликаться, не знаю, ничего не ожидала, но я считаю, что это очень хорошая показательная цифра, вот от которой теперь можно отталкиваться и дальше, наверное, рассказывать людям о том, уж какие у нас есть проекты и как им можно помочь. 16 уже активных проектов у нас сейчас, всего 25 было. 5,5 тысяч – это подопечный имен, это кого мы считаем подопечными, это те люди, которым помогают общественные организации за счет тех бюджетов, которые они собрали через имена. И один из таких важных итогов, вот я тоже для себя анализировала этот момент, это то, что в принципе большие организации стали приходить сейчас подавать заявки, крупные организации такие важные для страны, и впервые делать публичными свои бюджеты. Ну, раньше это все было скрыто. Кто финансирует сами имена? Ну, да, поначалу мы работали как волонтерская инициатива, это важный момент, и вот у меня не было, честно говоря, раньше представления о том, вот как мы будем финансироваться. Просто когда через два месяца стало понятно, что я одна, плюс еще там, наверное, два человека, которые пишут, у них есть свои работы другие, наверное, мы так не продержимся долго, ну, и было бы наивно думать и говорить, что я, в принципе, там, не предполагала, что надо будет искать финансирование. Я не знаю, чем я думала, но я увидела, что люди активно откликаются на помощь проектам, и подумала о том, что, наверное, не надо там сейчас пробовать какие-то другие модели финансирования, искать где-то, не знаю, рекламодатели или гранты или еще что-то, а надо попробовать именно сделать так, чтобы нас поддержали читатели. Ну, попробовать. То, что я говорила изначально, это вот как раз было летом позапрошлым, и это была первая кампания, мы собирали полугодовой бюджет, и собирали его четыре месяца, но собрали, и тогда вот начали уже расширять команду. В каждой статье, и, кстати, вот когда, в каждой статье мы просим читателей отправлять, я думаю, вы тоже видели, там, пять, десять, двадцать рублей, сейчас мы просим еще и оформить подписку, когда такая возможность появилась. То есть вот за полтора года это более 163 тысяч рублей нам отправили. Причем интересно, что большую часть денег мы собирали как раз-таки не на краудфандинговых компаниях, когда рассказывали, вот, имена, открыли сбор средств, а именно после каких-то важных, знаковых материалов, которые мы поднимали, и люди, читая о них, переводили нам деньги. Вот точно так же, как и у всех других проектов, у нас есть свой счетчик, где в режиме реального времени видно, сколько у нас собирается денег. Это бюджет 2017 года. Собираем до сих пор. Главная новость, да, главная новость и главный, наверное, очень важный итог – это запуск как раз-таки подписной модели финансирования и имен и проектов. И, ну, подписка – это автоматическое списание с карточки в поддержку проектов, в поддержку имен, можно подписаться, можно подписаться на другие проекты, которые есть у нас. И сейчас, на самом деле, общественные организации, очень многие, те, которые не знали, что такой сервис у нас появился, с нами еще никак не взаимодействовали, очень много звонят и спрашивают, как мы можем подключиться к этому, потому что такая возможность, о такой возможности они очень давно мечтали, хотели, и просто, ну, вот сейчас у них какой-то хаос в голове, они думают, каким образом с нами взаимодействовать и тоже этим сервисом пользоваться. Дело в том, что очень многие, те люди, которые переводили разово на проекты, мы видели, что они, допустим, могут перевести один раз, потом где-то там, не знаю, быть занятыми несколько месяцев, потом перевести деньги в какой-то проект еще раз. И были просьбы, очень много просьб, в комментариях, что сделайте уже какой-нибудь такой сервис, который, просто на который можно будет подписаться, и даже если ты забыл, не читаешь имена, но можно будет быть уверенным, что проект будет получать мои там 3-5 рублей зарплаты. Вот такого сервиса, мы его разрабатывали, какую-то основу брали у платежной системы WebPay и PriorBank, и со студии Вадима Скроцкого дорабатывали уже конкретно под имена, вот чтобы это работало удобным образом именно у нас на сайте. То есть готового такого сервиса не было раньше в Беларуси. Вот как это выглядит сейчас. Можно помимо разового выбрать каждый месяц сумму и тоже нажать кнопку «Помочь». Есть личный кабинет на сайте, там можно отслеживать всю историю платежей, можно отписаться в любой момент, если просто там или карточка будет меняться, или пропало желание поддерживать, или там вы поддерживаете имена, считаете, что мы стали плохо работать, отписались. То есть можно все это отслеживать и отписываться это все тоже делать в один клик. Вот это, наверное, сейчас уже больше, да? 518. 518 было днем подписок за две недели. Большая часть это на тех людей, которые подписались на имена. Ну, потому что вот за это время мы, конечно, в первую очередь продвигаем, собираем на себя, чтобы мы могли выйти на какое-то стабильное финансирование, потому что сейчас за все это время на самом деле я видела вперед ну, 2-3 месяца. А когда руководитель видит на 2-3 месяца вперед финансирование, очень сложно принимать решение и брать на себя ответственность, звать людей в команду, потому что ну, ты не знаешь, что будет с проектом дальше. Это для нас очень большая возможность вообще для медиа. Может быть, не только для нас, вообще для других медиа, кто будет пользоваться такой же, не знаю, по такой же модели пойдет. Это возможность быть финансово-независимыми очень долгое время, если вот, ну, читатели будут довольны тем, что вы делаете, тем, что делает проект. Мы посчитали, что нам надо, конечно, 5 тысяч подписчиков, если они по 3, 5, 10 рублей будут подпишутся на ежемесячные списания, мы сможем, ну, действительно, очень-очень долго жить и развиваться. То есть здесь же вопрос не в том, чтобы тянуть, да, какие-то там, не знаю, минимальные статьи, затрат свои, но и развиваться, потому что планов у нас очень много, я о них расскажу. К чему мы хотим прийти? Вот как раз-таки это наши планы. К тому, чтобы в решении проблем социальных заработала формула общества. Ну, это та модель, которую мы развиваем сейчас. Люди подключаются и переводят деньги в проекты. Государства часто задают нам этот вопрос. Почему же государство наше там не участвует в каких-то проектах? Ну, летом я оставила свое желание писать истории журналистки и пошла с этим вопросом по разным кабинетам. Еще пока не готова рассказать, наверное, все, что я услышала и увидела, но мы идем к этому. Нам нужно, я считаю, это правильно, вовлекать государство в то, чтобы они тоже участвовали в наших проектах. Просто для этого нужен очень какой-то понятный механизм и пробовать просто нужно. Участие государства это либо софинансирование проектов, либо какие-то законодательные изменения, которые нужны для того, чтобы проблема решалась эффективней. Ну и бизнес, эффективные КСО. Я раньше слово КСО вообще терпеть не могла, потому что мне казалось, что это какая-то дутая формулировка, которая кто-то какие-то бюджеты рекламные куда-то пытается впихнуть и сделать вид, что мы сделали что-то хорошее. У бизнеса за это время на самом деле довольно богатые люди Белоруссии участвовали в наших проектах, подключались и поддерживали имена. Я много с ними общалась и понимаю, что у них запрос на то, чтобы поддерживать хорошие проекты, действительно качественные проекты. И из-за того, что, наверное, отсутствует понимание того, кому помогать в Беларуси, это вообще большая проблема, что люди хотят помочь и не знают кому. Вот из-за этого, наверное, сейчас там то, что называется КСО в 95% это что-то фиктивное, на мой взгляд. Я надеюсь, что я никого из бизнеса не обидела. Главные проблемы самих имен на сегодня. Слабые НКО, я это так назвала, мало действительно достойных проектов. Я, конечно, очень надеюсь, что они будут появляться в Беларуси, будут со временем, но просто так, наверное, сами не будут. Поэтому нехватка образовательных, инновационных инициатив, как вы, наверное, заметили, очень много у нас в проектах, которые мы поддерживаем. Это те проекты, которые направлены на поддержание качества жизни, на улучшение качества жизни уязвленных групп населения. Но хочется, на самом деле, по такой же модели решать и другие социальные проблемы, которые сегодня есть. И начиная от ранней диагностики рака, когда у нас в Беларуси вообще, эта проблема касается абсолютно всех. раковые являются на последних стадиях и с этим в других странах пытаются бороться. У нас там нет. Заканчивая, заканчивая, не знаю, наверное, тот пример, о котором я, тот проект, о котором я уже давно-давно-давно думаю, заканчивая бездомными животными, которые, ну вот, что мы знаем про бездомных животных? Которые плодятся, размножаются из года в год, которые отлавливают из года в год. Хорошо, если их завезут в какой-то типу приют, но в большинстве городов их вообще нету, и проблема не решается очень долго. И зоозащитных организаций настолько много, что ни одна из них не взялась за какое-то системное решение проблемы. Не хватает проектов, поэтому я бы сказала сегодня, могу констатировать такую вещь, то, что мы вот с ребятами заметили. Желание белорусов помогать и отправлять свои деньги и свои силы в проекты гораздо больше, чем предложения на рынке. Нету сегодня, почти нету тех проектов, которые действительно достойны, которые достойны вот этого. Здесь имена, вот это долгое время, наверное, выступали с одной стороны фильтром эффективных и неэффективных организаций. То есть, если ты приходишь и видишь организацию у нас, для нас было важно, чтобы человек понимал, что это надежная организация. Так вот, сейчас у нас есть понимание того, что фильтром быть мало. но отфильтровал и что дальше? Очень важно сейчас заниматься тем, чтобы привозить из-за границы лучшие практики, находить здесь какие-то профессиональные команды в общественных организациях, в некоммерческом секторе и помогать этим проектам в принципе появляться. «Иностранные переводы закрыты» это вторая проблема. И это тоже та причина, по которой мне пришлось летом начать ходить по чиновничьим кабинетам и стучаться, спрашивать, задавать вопросы. Много-много вопросов. Один из них заключался в том, что наши читатели, которые живут из-за границы, если посмотреть на географию тех, кто пытался каким-то образом делать переводы, это практически весь мир. В первую очередь это, конечно, белорусы, которые живут за рубежом, но если представить что имен, появилась англоязычная версия, и появилось продвижение где-то там на западных рынках, то сегодня теоретически, точнее технически могли бы участвовать люди вообще со всего мира в наших проектах. Мы закрыли иностранные переводы вообще. Это было очень болезненное решение, но мы его принимали вместе с общественными организациями. К сожалению, каждый доллар, гривну, что там злотый, если он еще остался, евро, ну, то есть любой маленький перевод от доллара до 10 долларов, до 15 долларов, неважно, надо ходить и регистрировать в департамент по гуманитарной деятельности при президенте. То есть я не очень представляю, как это в принципе физически возможно, это не очень представляют общественные организации и, как оказалось, в самом департаменте по гуманитарной деятельности тоже не представляют, как это можно делать. Почему эта проблема раньше не возникала? Объясняю, потому что раньше многие проекты получали грант какой-то большой на год работы, на два года работы, и они регистрировали один транш, да, там 100 тысяч долларов, 200 тысяч долларов, пошли, зарегистрировали и работают. Ну, когда происходит ситуация, когда сотни, не знаю, тысячи, десятки тысяч платежей идут, как зарегистрировать, непонятно. Мы написали изначально запрос в несколько профильных вот этих учреждений при администрации президента, просто с вопросом, что нам делать, объясните, как нам работать, просто нынешнее законодательство. Мы с юристами прошерстили и все. Ответа на вопрос, как работать, не было. Идите и регистрируйте. Ну, то есть, это настолько экономически невыгодно ни одной, ни второй стороне, что мы для того, чтобы не стать нарушителями и случайно не сделать нарушителями проекты, которым мы помогаем, просто закрыли эти платежи до того, как нам разъяснят. Вот мы обратились в первую очередь для того, чтобы нам разъяснили. Второе было предложение инициировать вообще изменения в законодательстве по отмене либо отмене регистрации, либо вот того, сделать какую-то очень мягкую, понятную регистрацию, такой процесс, который бы не стопорил вот эти иностранные все переводы. Интересно, что очень многие сотрудники компаний вообще западных, каких-то мировых корпораций, они тоже узнают про имена, и там тоже работают белорусов очень много, и они хотят поддержать проекты, причем целыми коллективами. Мне пришло недавно письмо, что сотрудники компании Google номинировали имена на то, чтобы поддержать их в этом сезоне. Я пытаюсь сейчас понять вообще, как устроена их система, потому что это очень интересно, это нужно развивать в Беларуси, что это за сезоны, что это за культура, как она у них работает, вот, и вот на сегодняшний день я не знаю, как сотрудники Google будут нас поддерживать, потому что если все сотрудники подключатся, то здесь будет столько переводов, что просто там Александр Григорьевич просто придется ему оставить все дела и подписывать просто разрешение на то, чтобы эти деньги дошли до имен, а мы могли ими распоряжаться. Вот он лично это подписывает. И мы отправили предложение свои, я больше всего боялась, что нам придет отписка. К счастью, нам не пришла отписка, и было очень важно послушать, что говорят эти люди и что они считают, и понимают ли они проблему. Сейчас у меня нет четкого ответа, что будет дальше. Те общественные организации, с которыми я общалась, переживают за то, а как бы не вышло бы хуже теперь, сейчас законодательные изменения какие-нибудь внесут, что всем будет хуже, но я считаю убеждена в том, что стоило обращаться в госорганы, потому что это был вопрос к нам в первую очередь от читателей, мы не могли найти ответ, и мы обратились. Посмотрим, что будет дальше. Трижды я ходила в департамент, там были специалисты и Приорбанка, и ВП, и Нацбанка, потом подключились к комитету госконтроля, они сказали, что хороший у вас проект, мы не знаем, что с ним делать, не знаем, как вам работать. Прислали письмо спустя какое-то время, что да, мы не знаем, как вам работать. но нужно время для того, чтобы нам проконсультироваться. Насколько я знаю, сейчас идут активные консультации, каким образом в Беларуси открыть иностранные платежи для всех общественных организаций, таким образом, чтобы это как-то там на безопасность страны не повлияло. как мне показалось, проблему вот эту признали и поняли, что ну да, не в нас проблема, а законодательство наше отстает, и поскольку проект, ну нам нечего скрывать, мы работаем вот таким образом, мы эффективны, мы решаем очень многие социальные проблемы, мы прозрачны, поэтому более того, мы создаем рабочие места в некоммерческой сфере, и было бы странно в стране вот это ограничивать и это сдерживать. На что да, мне сказали, что мы вас там морально поддерживаем, но пока ответа вам дать не можем. Буквально две недели назад тоже это неофициальная информация, сказали, что буквально через полгода в марте, ну вообще в следующем году, может быть в марте, может быть позже, в декрет внесут изменения, которые каким-то образом упростят нынешнюю работу. Будем ждать, будем смотреть, что из этого получится, будем держать в курсе. Третья проблема это настороженность со стороны чиновников. Вот это была ситуация, которая описывала, когда мы ходили, обращались, много раз решали какую-то общую проблему глобальную в работе сервисов. Вот это то, с чем мы сталкиваемся в принципе ежедневно, потому что и многие проекты завязаны на госучреждения у нас, и если пишем материалы, нам нужны комментарии чиновников, и очень по-разному реагируют. Поначалу вообще нас не понимали, и после, допустим, истории с энтеральным питанием вообще трубки бросали и не хотели общаться. Очень было сложно. те проекты, которые находились в госучреждениях, они вообще стали под угрозу того, что будут ли они продолжаться или не будут. И вот путем долгих переговоров объяснения, почему очень важно не выгонять общественные организации из своих стен, ну, таких каких-то примеров, чтобы выгнали откуда-то проект, нет. С нянями была ситуация, когда деньги были собраны, вот даже сейчас, на большое количество нянь. многие больницы начали говорить, что нам ваши няни не очень-то и нужны. И тоже путем долгих переговоров, и здесь большую роль сыграл Красный Крест, в том, что вот объяснить Минздраву на уровне страны, чтобы он уже объяснил своим больницам, что не надо думать так, что придет няня и как бы чего не вышло. Есть реальная проблема, есть дети, за которыми медперсонал не ухаживает, поэтому очень важно, чтобы там были няни. Более того, очень важно, я надеюсь, что в следующем году они будут вообще работать во всех больницах Беларуси, а люди, не знаю, будут подписываться на то, чтобы, и как бы этот проект будет финансироваться в первую очередь подпиской. И вот когда такое письмо от Минздрава было, все няни смогли спокойно пойти на работу. Уже сколько нянь там работает? Девять нянь уже вышли на работу, вот статью мы публиковали пару месяцев назад, ну, когда рассказывали, что в начале августа, да. Вот. Ну и четвертая проблема — это недостаток журналистских и менеджерских кадров. Очень болезненная проблема. я, конечно, не ожидала, что самое сложное будет мне собрать краудфандинговый бюджет на работу редакции, а найти таких журналистов, которые были бы, ну, достойны работать вот с этим доверием, оказанным людьми. Я не виню, наверное, многих журналистов. я понимаю, что долгое время весь рынок журналистский был направлен на то, чтобы ходить на пресс-конференции, писать новости. И, в принципе, я не вижу в этом тоже ничего плохого, но, в принципе, думать глобально, думать глубоко почему-то разучились. И я очень, не знаю, призываю, что ли, вас думать глубже, изучать какие-то лучшие практики журналистики в других странах по возможности ездить, учиться куда-то, чтобы не бояться поднимать те социальные проблемы, которые сегодня есть. И те ребята, с которыми мы сегодня работаем, нас немного, но я им очень благодарна за то, что мы и ругаемся, и спорим, но вот мы там можем долго не выпускать статью, и у нас действительно за полтора года вот пока нам сложно сдвинуться вот с этой периодичности две-три истории в неделю. Но мы пока на том сконцентрированы, чтобы лучше мы не выпустим статью, чем мы не проработаем какие-то вещи и не будем уверены в том, что это действительно серьезная проблема. Вот. Ой. Планы. Планы наши такие, но реализовывать значимые для страны проекты, и мы в ближайшем времени уже будем, имена будут работать и как фонд, который будет уже целенаправленно работать с бизнесом, с государством по тем вопросам, которые я обозначила. и да, Саша, я заканчиваю. Будем открывать фонд, и поэтому нам нужны будут люди в команду. Сейчас мы ищем менеджера проектов с опытом управленческим в некоммерческом секторе, ищем редактора, ищем авторов. Я вижу, что уже те подписки, которые на имена сегодня оформляют, я надеюсь, что их будет становиться больше. Я уже вижу большую финансовую стабильность имен, понимаю прекрасно, что это тяжелый труд, который, да, он интересен, но он тяжелый. Мы готовы, раз люди нам доверяют, приглашать специалистов, приглашать хороших авторов и платить им достойные гонорары, поэтому обращайтесь к нам, пишите, можете писать мне, здесь есть мои контакты, сейчас я контакты оставлю, но я есть в Фейсбуке, и скоро мы вывесим эти вакансии, они будут там более подробно расписаны, кого мы будем звать и приглашать к себе. Вот, ну и здесь, наверное, про истории, которые мы еще хотим писать, это уже завершаю, не мотивирующие истории про людей, которые либо своим опытом личным, либо в решении проблем являются примером для общества, и писать еще, на самом деле, очень много есть о каких-то социальных проблемах, на которую не повесишь кнопку «помочь», к сожалению, потому что мало общественных организаций, но эти проблемы нужно поднимать. Ну а фонд, который мы, который, надеюсь, заработает и поможет сделать имена еще более эффективными, он поможет появляться в Беларуси более качественным проектом, вот, чтобы вместе с редакцией мы делали классные штуки. спасибо. Подписывайтесь на имена, выбирайте проекты, которые вам будут интересны, если вы знаете какие-то классные инициативы, тоже сообщайте. Вот мои контакты. Простите, что я очень долго, но полтора года ничего не получалось сказать, на самом деле, не выходили, мы не рассказывали, что у нас происходит, очень многое, наверное, еще не сказали, но вот хотелось высказаться. Спасибо. Ну что, здесь ребята, которые пришли в имена сами с желанием помогать, работать, и я бы хотела, чтобы они рассказали о себе, чем они у нас занимаются. Меня зовут Александр Васюкович. Я, конечно, не сам пришел, а Катя меня в самом начале дернула, когда еще ничего не было, и мы стартовали. Мне нужен был твой мотоцикл, Саша, чтобы ты меня завез героем сделать репортаж. Ну и да, еще чуть-чуть фотографии поснимать. Ну теперь у нас к фотографии гораздо более серьезное отношение, чем было в начале. Потому что Саша пришел, навел порядок. Ну, Саша, расскажи, чем ты занимаешься у нас? Саша у нас снимает, наверное, больше всех фотографий, и сейчас еще и видео, рассказывай. Ты все уже рассказала, я снимаю фотографии, видео, еще в какой-то степени консультирую по поводу визуальных решений в принципе, то есть выполняю какую-то часть фоторедакторской работы. Мне это очень интересно, потому что в этой редакции хотя бы слушают какое-то мнение относительно фотографии, в отличие от большинства других, где каждый знает вообще лучше всех, как правильно делать. Ну, мы вопросы, давайте немножко ускоримся, потому что времени на вопросы осталось мало, поэтому следующее. Девочки, давайте вместе выходите, потому что так будет проще. Всем добрый вечер. Меня зовут Нина, я пишу тексты, периодически работаю с внештатниками. Добрый вечер, меня зовут Юля, я работаю с проектами, я знаю у них все и даже немножко больше. Часто сначала их ругаю, линчую, потом защищаю перед коллегами, работаю с сервисом, с читателями. Спасибо, что вы с нами. Добрый вечер, меня зовут Татьяна, я пишу статьи, а также отвечаю на все ваши письма, стараюсь почти на все ваши письма отвечать, на все ваши комментарии и сообщения в соцсетях. Спасибо. Ну, это вот не все ребята, которые вот с нами, но вот... Спасибо большое, сейчас у нас самое время задавать вопросы, и я напоминаю, что у вас есть два способа задать вопросы, вы можете по старинке архаично поднять руку и задать свой вопрос. Если вы выбираете так делать, обязательно говорите в микрофон, потому что мы записываем для истории все, что вы скажете. Оно не будет использовано против вас, зато оно будет включено в финальную запись летучки. Я прошу вас поднимать руки заранее, даже если кто-то предыдущий не договорил, чтобы мы смогли сформировать очередь. Ну, современный способ посылать вопросы, которым уже воспользовались два человека, это зайти на сайт Slider.com, вы можете видеть где-то сбоку, вы можете видеть сбоку адрес Slider.com и набирайте в всплывающей строке код K820, набирайте свой вопрос, пишите свое имя, и все будет хорошо. Ну, также вы можете ставить лайки вопросам, и тот вопрос, который набирает больше всего лайков, автоматически поднимается вверх. Вот, в общем, у вас есть возможность повлиять на ситуацию. Вот, и, значит, первый вопрос, который можно задать, я воспользуюсь вообще ситуацией тем, что я веду эту летучку, наглым образом воспользуюсь, и я хочу спросить вот что, вы поднимаете очень серьезные темы, и нужно очень долго работать, много копать информации, и у вас наверняка есть какие-то проблемы с тем, чтобы эту информацию добыть. Расскажите, пожалуйста, о том, с чем вам приходится сталкиваться. Так, ну, наверное, ко мне вопрос. С чем приходится сталкиваться? Ну, наверное, сейчас самое сложное это работа с министерствами. У нас есть рекордсмен абсолютный по задержкам в ответе, это Минздрав, вот, третий месяц мы ждем. Ну, собственно, наверное, это самое сложное, потому что есть какая-то тема, но чтобы ее со всех сторон осветить, нужно как бы получить комментарии у людей, которые, как бы, ну, это в их ведомстве, да, но никогда не знаешь, когда этот ответ придет, и материал, который должен был выйти там, условно, через неделю или даже там через пару дней, он откладывается на месяц, может быть, чуть-чуть больше, и, в общем, ну, наверное, вот это самое сложное, и то, с чем мы, ну, то есть мы не подвластны здесь, к сожалению, то есть тут как бы, да, нам это не подвластно, да, ну, самое сложное. Самый первый вопрос, Катя, чему не выкористовываете иншие соседки, я думаю, имеется в виду что-нибудь, кроме Фейсбука, одноклассники имеют великую аудиторию, больше за ФБ, например. Да, я понимаю этот вопрос, на самом деле, у нас социальными сетями профессионально никто не занимается, долгое время я занималась тем, что просто ставила пять долларов на продвижение, на тех людей, которые лайкнули нашу страницу, вот и все. То есть у нас нет отдельного человека, который бы занимался в принципе соцсетями. Сейчас, когда мы набрали какую-то критичную долю, наверное, аудитории, ну, которая нас уже знает в Фейсбуке, мы очень сильно понимаем, что нам не хватает других соцсетей, и вот конкретно вот сейчас решаем проблему, ищем партнеров, которые будут нам уже постоянно помогать в других соцсетях. И одноклассники в первую очередь, мне тоже кажется, что там очень такой вот большой ресурс находится. Хорошо. Рыдаю над каждым вашим материалом. Не тяжело ли журналистам морально? Я единственная в нашей команде не журналист, и я могу сказать, что мы, есть материалы, над которыми мы рыдаем. есть материалы, по итогам которых мы в редакции стоит мат сплошной, есть материалы, на которые невозможно реагировать адекватно. Но я думаю, что я выражу общую точку зрения, когда скажу, что со временем вырабатывается очень спокойная, ну, может быть, не спокойная, но стойка отношения к тому, что такие ситуации есть, и наша самая главная цель это решить эту проблему, найти способ и показать людям, что эту проблему можно решить. Можно сколько угодно плакать, можно сколько угодно расстраиваться, но надо что-то делать, и мы стараемся это делать. Спасибо. Как вы ищете героев? Я снова могу ответить. У нас есть несколько способов поиска героев, так как у нас есть несколько типов материалов. Что касается фандрайзинговых материалов, это те материалы, которые выходят в поддержку проектов. Мы, как правило, обдумываем фокусы материалов и затем запрашиваем у проектов героев истории, которые мы хотели бы видеть. Это не очень легкий способ, потому что не всегда проекты могут дать нам героев, иногда им надо неделя, может быть, две, может быть, еще больше времени, чтобы какую-то историю интересную найти. Очень часто журналисты общаясь с проектами, работая с какими-то темами, уже сами находят героев. Что касается нефандрайзинговых материалов, то тут я кому-то из коллег передам слово. Мне кажется, тут работает точно так же. Во-первых, нам очень много пишут, это, наверное, к Тане этим ведает. И вот на планерке мы всегда очень реагируем на те запросы, которые к нам приходят, то есть там оставляют что-то в комментариях. Ну и плюс обычная работа, когда ты просто следишь за Фейсбуком, за новостями, где-то что-то цепляешь из того, что там рассказывали друзья, знакомые. Я бы еще сказала, что очень важна база контактов журналистов. То есть если журналист очень долгое время работал и работал с разными-разными героями в разных сферах, то у него будет своя база контактов, и у него будут герои, которых не будет ни у кого. У меня была, когда я уходила с Тутбая, у меня была такая база контактов, что я ее три дня не могла просто вынести в плане своих записанных книжек, и очень многие герои это те, о которых я писала когда-то давно, чьи проблемы, когда им позвонил, оказались нерешены, они перекочевали в имена, и сейчас вот мы о них пишем и помогаем таким людям, как они, которым я когда-то как журналист переживала, что я не могу помочь. Вот я рыдала, плакала над своими этими историями, героями, очень долго, а потом, ну то есть в принципе имена начинались с того, что я брала своих героев, которым не получилось помочь, и подумала, что я могу делать, кроме того, чтобы поплакать. Вот так, допустим, нашли патронажную службу, которая помогает, стала помогать Ольге Сукоре, которая в коме оказалась после пластической операции на прикус. Вот. Одна из тех историй, когда там плакал весь форум, помню, на Тутбайе, я тоже не могла несколько дней, и у нее совершенно не было решения. Старенькая мама, которая ухаживает за этой дочкой, она, ну, как бы не молодеет с годами, ухаживать уже не может, уже уход нужен за ней, а, ну, то есть это вот дочка лежит и дышит, и может питаться только каким-то образом, ну, в коме, находясь, только благодаря этой маме. Вот. И, конечно, нужна была помощь, оказалось, что таких людей в Беларуси очень много, и сейчас, когда мы подключили патронажную службу, они взяли их на уход, и через вот, то есть от самой патронажной службы узнаем, как много людей, в принципе, без ухода, вот в таких сложных ситуациях, вообще закрыты в своих квартирах. Спасибо. У нас есть вопросы с зала. Добрый день, Маша Малевич, Баш. Во-первых, хочу сказать, что приятно очень видеть замечательных коллег, которые стоят на этой сцене. И вопрос у докладнения того, что уже звучало. Да, вы говорили о том, что мы справляемся с тяжелыми ситуациями, мы хотим не плакать, а помогать, но между тем, с профессиональной точки зрения, супервизии вы проводите какие-то, то есть помощь психологов, потому что отгорание профессиональная проблема, которую никто не отменял, и это первая часть вопроса. Вторая. Были ли люди, которые начинали с вами сотрудничать, но ушли именно с той точки зрения, что им было тяжело? То есть мы не можем про это писать, и, соответственно, были ли материалы, которые были подготовлены, одобрены, но не пошли в эфир по каким-то таким соображениям. Спасибо. На первую часть вопроса, наверное, отвечу, а на вторую тоже чуть-чуть отвечу, и еще девочкам дам, потому что я знаю, что не не точно есть, что сказать на эту тему. Никаких мы тренингов от психологов как-то вот централизованно не проходим, и вот ездили сейчас как раз с Юлей в гости в такие дела, им нужна помощь, и тоже задавали этот вопрос, ну, потому что они уже, наверное, с высоты, точнее, продолжительности своей работы, им больше лет, чем нам. Но они сказали, что они, допустим, решение этой проблемы никак не нашли до сих пор. То есть люди выгорают, уходят, выгорают, уходят. Меня эта проблема волнует, и мне кажется, что нам надо самим как-то думать о том, как ее решать. и, наверное, очень важно то, что я вижу из такого ближайшего, наверное, понятного инструмента, это менять тематики и иметь возможность отдыхать вообще, ну, то есть уходить в какой-то полноценный отпуск. Не знаю даже, что там еще девочки могут добавить. По второму вопросу могу сказать, что да, Наташа Кривец к нам пришла с шеф-редактором, и через 4 месяца она ушла, но она ушла с большего по состоянию здоровья, но она сказала, что ей именно тяжело тянуть вот эту вот тематику, ну, плюс, как бы, что скрывать, тяжело тянуть еще отсутствие, собственно говоря, профессиональных историй, когда приходится сидеть и переписывать за журналистом историю, вместо того, чтобы редактор мог там обсуждать темы, фокусы и так далее, то есть доходило до такого. Вот по, наверное, есть что сказать еще? Нет, мне кажется, мы как-то обсуждали в нашей редакции, что мы просто все ходим к психотерапевтам сами, а не коллективно. Вот. Ну, по поводу неподготовленных материалов чаще бывает довольно, ну, не часто, но бывают такие ситуации, когда, наоборот, не у журналистов, да, там вот мы подготовили и нам словно, ну, как бы, не выпускаем, мы подготовили, а герои, оказывается, не готовы, как бы, ну, то есть они уже побеседовали, сначала согласились, а потом говорят, что нет, к сожалению, мы не готовы говорить вслух, мы не готовы показывать лица, и, ну, вы видите, что у нас есть целый ряд фотографий, ну, как бы, материалов с фотографиями, где лица не показываются именно вот, ну, из-за таких этических соображений, ну, и да, когда человек не может разговаривать, потому что ему больно с тобой говорить, то, конечно, ну, мы не выпускаем этот материал, ну, такие случаи есть. Я тоже. Не, я не про фото, я тоже немножко про выгорание добавлю, и мне, в общем-то, кажется, что наша редакция, это как раз-таки место, которое менее способствует выгоранию журналиста. Большая свобода в выборе тем, ты можешь заниматься важными вещами, а не писать про бургер и забор каждый день. Не знаю, по-моему, люди идут в журналистику ради этого, чтобы писать о важных вещах. Поэтому, мне кажется, что у нас ситуация с выгоранием даже чуть получше. Да, конечно, эмоционально тяжело, но с другой стороны, гораздо интереснее. Спасибо. У нас следующий вопрос. К Катерине. Были ли ситуации, когда вам хотелось закрыть имена и вернуться в уютную редакцию Тутбай? У меня нет, на Тутбай я возвращаться не хотела, потому что я там получила весь тот опыт, который уже могла получить. И благодарна, на самом деле, за этот опыт. У меня было желание, не желание, у меня было ощущение, что я не справлюсь с именами. Ну, просто не справлюсь, потому что я не знала, ну, тут мы написали перед запуском истории, хватило на три дня, и все. А потом непонятно, как было там, как делать медиа, да. Это сейчас уже мы более-менее представляем, что мы хотим от редакции, от журналистов, да, какая у нас там периодичность, даже задумываемся там о каких-то глобальных вещах, там, фонд открываем, да, то есть, а тогда не было вообще никакого представления, и долгое время, когда, особенно краудфандинговые компании, вот эти переводы, они шли то так, то так, то так, то этак, то есть, не было стабильности, было действительно у меня ощущение, что я просто сама уже не смогу это потянуть, и пришла к выводу, что, да, легко мне было когда-то критиковать там, тут-бай за что-то, да, темы не те, еще что-то не то. Сейчас я понимаю, что гораздо сложнее на месте того, что ты критикуешь, создать самому. Вот попробуй сделать сам, потом посмотришь, что из этого получится. Вот, поэтому безотносительно тут-бай, я просто говорю о том, что делать свой проект гораздо сложнее, и действительно это сложно, я очень надеюсь, что у нас все дальше получится, что и мы будем становиться сильнее, и результаты будут еще масштабнее, что у нас получится действительно стать вот той платформой, о которой я говорила. Вот, ну вот возвращаемся конечно куда-то в наемную работу, в принципе, не говоря про там, тут-бай, я бы не хотела. Скажите, еще есть вопросы из зала? Ну, мужа. Простите, Саша, фото, без вала. Пожалуйста. Что за полтора года вы поняли о людях? Были ли организации, которые пытались обмануть, например? Были ли истории, после которых опускались руки? по поводу организации, я вот могу сходу сказать, что мне кажется, они боятся к нам обращаться, потому что мы же, ну, сразу же пойдем проверять, кому они на самом деле помогают. Были у нас такие проекты, которые пытались, мне кажется, что не было, которые пытались обмануть. Ну, может быть, если бы мы не пока что, то сразу после наших первых вопросов, потому что после получаем заявку, мы начинаем смотреть эту заявку очень внимательно, и к нам не приходило еще ни одной заявки, заполненная настолько хорошо, что не было вопросов. Всегда есть вопрос, всегда есть уточнение. И уже, когда какой-то начинается первый этап, просто с самых поверхностных вопросов не указанной заявки, люди в проект начинают отсеиваться, и понимают, что дальше говорить не о чем, и даже не доходит до каких-то... Было другое, что вот на волне, когда идет какой-то сбор, вот много внимания людей, много переводов, какие-то люди стали появляться и пытаться там на этом что-то себе как-то там, не знаю, заработать, что ли. Когда была история про энтеральное питание, а потом мы рассказали историю про Руслана Стариковского, бывшего директора Джейморса, у которого дочка тоже с редким генетическим заболеванием, ей надо было это питание, связывались с ним какие-то люди, которые говорили, давайте мы там под вас какой-нибудь сбор откроем, еще что-то. Очень, на самом деле, в этой сфере, из-за того, что она такая несформированная, вот эта сфера благотворительности в целом, очень много, из-за того, что нет организаций профессиональных, очень много людей собирают там на какие-то кучу разных счетов, вот, а им доверять, на самом деле, очень опасно, потому что никто не проверит. Вот здесь, мне кажется, имена выполняют очень важную роль в том, что мы проверяем и можем ручиться, вот для нас это важно, что вот этому проекту можно доверять, потому что с этим желанием помогать и отсутствием вот этой вот понимания кому помочь, надо что-то делать и в глобальном смысле, вот я думаю, что мы в начале пути еще только. Так, что там еще было? О людях мы поняли очень много за эти полтора года. Почти каждый день они переводят там и нашим проектам, хотя их нельзя называть нашими, условно нашим. У нас за последний месяц, даже не каких месяцев, за последние три месяца не было дня, чтобы нам пришло меньше 100 рублей. в совокупности. Мало того, почти каждый день нам пишут письма. Ребята, у нас тут мультиварка осталась, мы вот новую купили, старую не знаем, куда деть. Может, кому-нибудь надо? И мы с Юлей пишем проектом. Клубному дому надо? Не, у них уже две. Может, бездомным? Да, бездомным надо, вот все, отдаем. Ребята, у нас тут две пачки памперсов для взрослых. Может, кому-нибудь? Да, конечно, надо. Вот пристраиваем каждый день. У нас замечательные люди, правда. Но есть и не очень хорошие комментаторы, которые нас иногда вводят в ступор, когда нам написали «Ребята, зачем вам столько много? Ну а сколько? У нас шесть компьютеров у нас в редакции, да? Вы что, не можете по очереди там статьи написать? Отдайте в эти компьютеры нуждающимся вообще, что вы там, шикуете? Люди разные. Спасибо. Большое открытие еще и в том заключается о наших людях, что ведь вообще проект «Имена» экономический, он был бы вообще невыгодный его делать ни в каком разе. Если бы мы оплачивали вообще все реально, то, чем пользуемся, мы бы уже через два месяца просто бы уже все как бы, как сказать, банкроты были бы, да, и не смогли бы просто иметь даже сотрудников в штате. Мы оплачиваем команду и там какие-то услуги очень там минимальные, но все остальное это то, что нам наши читатели там, не знаю, просто помогают делать. Это в первую очередь представители бизнеса тоже раскрылись, очень интересно. Здание, офис, в котором мы находимся, это айтишники, таргет-процесс, который приютили у себя. Бухгалтерию нашу ведет компания, тоже на волонтерских началах. Юристы нам помогают, вот это долгое время помогали нам там от открытия организации до каких-то там сложных вопросов в работе с проектами, тоже как волонтеры. Студия Вадима Скроцкого это вообще для нас открытие вдвойне, потому что это ребята, которые взялись не только создать сайт имена, но они полностью его поддерживают технически и разработали сервис сначала с разовыми переводами, сейчас с подпиской, с подпиской, то есть это тоже волонтерская работа. Давно могли бы нас уже тоже на самом деле сказать, ребята, это очень дорого, это на самом деле очень дорого. И то, что они делают, это просто каждый день ты даже просыпаешься и тебе бывает сложно, не знаю, устал, выгорел чуть-чуть. Я не допускаю такой даже мысли, что мне выгорать ни в коем случае нельзя и просто потому, что надо много чего еще делать, но благодаря именно людям, даже когда сложно бывает морально, я не иду к психотерапевту, я вспоминаю о том, ну, уже не иду, я вспоминаю о том, что появилось очень много людей неожиданно, классных, прекрасных в нашей стране, которых я вообще, которые раньше думала, что здесь все вот, мне было, казалось, очень все понятно, это черное, это белое, появились такие люди, которые вот нам так помогают, поэтому девочки отметили и мальчики тех читателей, которые вот нас читают и помогают проектам, я отметила еще и представителей бизнеса, которые неожиданным образом раскрылись, конечно же, я спрашивала, почему, потому что, почему они нам помогают, они отвечали, что вот считают, наконец они нашли проект какой-то социальный, которому им очень хочется помогать, давно уже хотят люди помогать, и вот много раз уже за сегодня повторила, но так и есть, очень сложно людям понять, от простого человека, там, не знаю, учителя, которому несложно, там, один-два рубля зарплаты куда-то отправлять, до богатого какого-то бизнесмена, который гораздо больше суммы может отправлять, да, нормальная культура благотворительности во всех странах, не понимают, куда и кому они могут направить эту помощь. Я напоминаю, что вы можете пересылать свои вопросы на slide.com, если наберете там код K820, также вы можете голосовать за понравившиеся вопросы, потому что все вопросы, конечно, мы сегодня не озвучим, но самые популярные будут в топе, и мы на них ответим быстрее всего. Также вы можете поднимать руку и говорить какой-то свой вопрос, который вы хотите задать, вот, ну, или молчать. вот. Вопрос, как финансировалась работа редакции журнала до того, как вы начали собирать деньги на сайте имен? Редакции не было. Я работала одна в штате Талаки, когда мы пользовались еще и к сервисам, да, но мы изначально понимали, не знаю, понимала ли это Талака, но я это не скрывала изначально, мы идем в сторону того, чтобы быть фондом, а не краудфандинговой платформой, которая, как вы знаете, работает по другому принципу, они не проверяют там проекты, не делают какой-то экспертизу, они просто предоставляют возможность разместить одному свой проект и другим людям просто подключаться, если они хотят. Никто там ничего не проверяет и оно не нацелено на там проверку, именно на благотворительные какие-то инициативы, да, на социальные. Другие цели там можно на книжки собирать, на все, что угодно. Вот. Как финансировалось? Поэтому не было редакции, была я. Я работала в штате Столокей и собирала средства через Столоку я. Вот. А потом в это время мы открыли, юристы помогли нам открыть организацию, вот, и потом мы начали уже собирать непосредственно на сайте имен, вот так же, как все остальные проекты. У нас есть свой счет и все то, что идет туда, это именно на работу имен. Вот. Все остальные деньги, как я уже говорила, они идут в другие проекты, в другие организации. Ну, а потом я, соответственно, уволилась из Столоки, из штата и стала учредителем, ну, директором имена медиа, как вновь появившегося ребеночка. Вот. Спасибо. Я теперь хочу задать вопрос. У вас бывают очень сложные материалы, очень сложные темы, после которых разграется много споров. Также у вас бывают герои, которые потом недовольны почему-то. Скажите, есть ли у вас какой-то алгоритм действий, в каких-то спорных ситуациях, в конфликтных ситуациях, будь то с героями или с какими-то организациями. Расскажите об этом, пожалуйста. Бывает такое, что, например, проекты, которым мы помогаем, которые предоставили нам контакты героев, потом хотят ручками поковыряться в тексте, вот, но мы прописываем соглашение о том, что у нас независимая редакционная политика, да, мы помогаем проектам, но мы не, ну, то есть мы не их пиарщики, мы пишем свои истории и бывает очень много недопонимания, мы, ну, просто вплоть до того, что вот, мы не будем там размещаться на именах, не нужны нам ваши деньги, ну, мы говорим, ну, окей, хорошо, но нам очень важно, ну, вы можете не продолжать проект, вы нам пришлите отчет о том, куда вы потратили собранные деньги и до свидания, вот, ну, потому что для нас важно сохранять вот эту вот, писать эти истории журналистки и сохранять свою независимость и от проектов в том числе, вот, ну, как бы, не могу сказать, ни один проект пока не ушел и, ну, каждый раз мы это, вот, наверное, не знаем, я бы не сказала, что так поначалу было это больше, наверное, потому что, ну, не понимали, сейчас уже просто привыкли, что, ну, например, если мы говорим нет, ну, значит, это нет, вот. Я бы еще хотела при этом обратить внимание, что мы, когда разговариваем с проектами и обсуждаем редакционную политику, которую, как Катя уже говорила, прописано в нашем соглашении о том, что проекты не имеют права вмешиваться в редакционную политику никаким образом, мы всегда очень четко проговариваем, что герои, чьи контакты дают нам проекты, должны сто процентов понимать, что они будут беседовать журналистами и все, что они скажут, все будет записано на диктофон и все будет опубликовано в материале. Поэтому если у нас бывает сейчас, как сказала Катя, действительно у нас очень редко такие вопросы возникают, мы обычно говорим, что у нас есть сегодня на диктофоне герой сам согласился рассказать эту информацию, мы, естественно, когда есть случаи, мы понимаем, что не стоит о чем-то писать, чтобы не навредить герою, мы стараемся какие-то острые моменты все-таки сглаживать. Но, как правило, если мы понимаем, что информация важная и надо, чтобы люди ее узнали, мы об этом пишем. Ну да, например, у нас была монахиня, которая в патронажной службе сейчас за ней ухаживает. Она была монахиня, сейчас за ней ухаживает патронажная служба, потому что она осталась одна. Жила в церкви когда-то, а сейчас она на старости оказалась не нужна. Ну ладно, это не суть. И вот для этой женщины было почему-то важно, надо убрать, что у нее когда-то в жизни была история любви, ну как бы, а это там была очень как бы интересная история жизни. И мы это не убрали. Даже это, по-моему, не для этой женщины, а для автора проекта было важно. И мы это, допустим, не убирали, оставили в тексте. Расскажите, пожалуйста, о текстах, которые стали наиболее успешными в привлечении пожертвований непосредственно для самой платформы. Для имен? Ну у нас такого, на самом деле, анализа мы не проводили, но вот те тексты, которые можно просто, есть такая тенденция, те тексты, которые вот хорошо по прочтениям идут, и те тексты, которые хорошо расшариваются, в соцсетях. И если тексты помогают собирать какому-то конкретному проекту, например, няням или там энтеральному питанию, когда был этот проект, то автоматически почему-то люди отправляли еще и нам. Ну, наверное, просто, ну чтобы, почему я не могу, наверное, сказать точно, потому что, в принципе, переводы идут ежедневно, даже тогда, когда у нас нет, наверное, материалов, а просто там какие-то старые крутятся на рекламе, да, вот, но такие острые материалы, которые затрагивают серьезную важную проблему, это всегда приток. Я не могу сказать даже каких-то конкретных сумм называть, но это всегда, оно связано, в общем. Питание по детям, когда мы писали, когда писали про проблему детей, там, в больницах, да, вот эта серия материалов у Нины, которая была про вещи, которых не достать, они все, ну, вещи жизненно необходимые, которые люди не могут достать, да, и после этих материалов к нам приходили, вот, мы на них потратили много таких журналистских сил, Нина потратила много сил, но потом, вот, мы благодарно, все равно получаем вот эти переводы, вот. Наверное, вот этот вопрос, который сейчас в топе, сложно ли сказать, нет, организациям, которые обращаются к вам за помощью, часто ли приходится отказывать и почему? Вы знаете, сложно, да, очень сложно, но почти каждый день отказываю, очень много приходит просьб об адресной помощи, помогите, пожалуйста, собрать на операцию моему сыну, дочке, мужу, брату и так далее, но мы не оказываем адресной помощи, мы поддерживаем только проекты, которые в свою очередь потом оказывают системную поддержку какой-то определенной группе населения, поэтому, увы, отказываем почти каждый день. К тому, что сказала Таня, хочу добавить, что адрес, тем, кто запрашивает адресную помощь, отказывать действительно очень сложно, нам еще часто приходят запросы от людей, которые занимаются какими-то инициативами самостоятельно, они не зарегистрированы как организации, они просто группа людей, это может быть семейная пара, которые занимаются каким-то делом. В таких случаях отказывать сложно отчасти, возможно, у меня тоже профессиональная деформация, потому что я не всегда щужу проекты, но мы стараемся в тех случаях, когда мы не можем взять проект, во-первых, объяснить, почему мы его не можем взять на данный момент, и мы говорим о наших требованиях, в скором времени эти требования будут в открытом доступе на нашем сайте, и мы всегда стараемся подсказать какое-то решение. Если к нам обращается еще, например, группа людей, у которых не зарегистрирована организация, или есть только инициатива какая-то, мы подробно расспрашиваем о них, что они делают, и подсказываем, что им можно сделать, чтобы развиваться дальше, и чтобы в том числе в дальнейшем, через полгода, через год прийти к нам. Есть какие-то проекты, которые к нам приходят, это уже зарегистрирована организация, но это совсем молодые проекты, которые не работали, либо поработали совсем чуть-чуть, и не показали свою эффективность. В таком случае мы тоже очень часто говорим им, поработайте какое-то время, поработайте над тем и над тем, опять же, даем какие-то советы, и возвращайтесь к нам через какое-то время, мы будем рады посотрудничать. Ну, опять же, если это совсем новички, то, допустим, там соушал-уикенд на сегодня очень хорошо, во-первых, дает хорошую экспертизу, и, во-вторых, дает какие-то первоначальные такие стартовые инвестиции социальным вот этим предпринимателям, если так можно сказать, то у них есть сегодня возможность куда обратиться вот таким тем, которые не показали эффективность. Отказывать нам, говорить нет, допустим, ну, оно там, да, тяжело, но, слушайте, это очень большая ответственность, брать себе проект, который ты потом говоришь, люди, переведите деньги, и, типа, как бы, ну, если они потом не сделают того, что они должны сделать, или что они пообещали, ну, как бы, здесь, ну, для нас, как для площадки, это вот, это, как бы, это наша ответственность, да, поэтому я, допустим, ко мне обращаются, я сразу понимаю, что этот проект нам не подходит, или, да, я, ну, мне, допустим, не сложно говорить, нет, потому что, ну, я потом не буду знать, что сказать аудитории, это очень важно, но второй момент, сложнее говорить, да, нет, то, что говорила Таня, когда обращаются на операцию ребенку, или еще чему-то, ну, там, кому-то точнее, мы, ну, не, вообще, если нужна операция, она, в мире, на операции собирают фонды, из-за того, что в Беларуси нет фондов, собирают родители, да, родители не специалисты, и они не специалисты, обращаются к нам, не специалистам, и пытаются, ну, как бы, вот объяснить такими жалостливыми мотивами, и я их понимаю, что надо помочь ребенку, но мы не знаем, что, мы не, ну, что это за документы, мы не уполномочены определять диагнозы, мы не понимаем, могут эту операцию сделать в Беларуси, или не могут, то есть, должны быть фонды все-таки, которые этим занимаются, поэтому, хорошо, когда, допустим, мы говорим, обратитесь в фонд Шанс, да, несмотря на то, что имена там фонд Шанс не поддерживают, как фонд, как структура, у них есть свое финансирование, но хорошо, что мы можем отправить такого человека, сказать ему, обратитесь в этот фонд, но очень часто, действительно, некуда, вот это больно, честно, каждый день, тут вот не вырабатывается какая-то такая вот жесткость, слушать о какой-то беде, о какой-то проблеме и понимать, что ты не можешь человека никуда отправить, нет такого фонда, который бы ему помог, особенно это касается взрослых, тоже довольно часто об этом говорю, и это большая проблема, в Беларуси нет ни одного фонда помощи взрослым людям, попавшим в сложную ситуацию, вот, когда им там очень срочно, допустим, нужна там или операция, или деньги там, да, на какие-то, то, чтобы спасти себя, нету, и тогда вот ты говоришь нет, вот это вот уже сложнее, в таких ситуациях мы обычно можем написать историю и показать вот этот открытый счет, какой в Беларусь банке, просто какому-то эксперту, например, к Наталье Маханько можем обратиться в One Chance, чтобы она сказала, это вообще серьезный, серьезный там, да, серьезный сбор или нет, вот, но мы там не будем этот счет у себя опубликовать, мы будем давать ссылку, мы все-таки на то нацелены, чтобы после наших историй мы в ней подчеркнем, что нету фонда, чтобы люди, которые читают это, либо, ну, захотели открыть фонд сами, либо каким-то образом нынешняя организация пересмотрели свой устав, вот, приходила к нам Анна Горчакова, когда мы написали о том, что нету фонда помощи взрослым, и приводили примеры, как люди, один человек уже умер, не получив помощь, при том, что у него было много денег, айтишник, а вторая, девочка борется до сих пор очень серьезно, ей тоже никто не помогает, и здесь ей сказали, там, ну, как бы, то есть наши врачи сказали, что ей уже нельзя помочь, вот, на самом деле, там, вот там была возможность ей помочь, она есть, и мы это чайни даже открыли, наверное, впервые сбор на нее, пояснив, что мы собираем на эту девочку, потому что взрослые, это не девочка уже, конечно, женщину собираем, потому что нету в Беларуси фонда помощи таким людям, и после этого материала пришла Анна Горчакова, которая руководит Белорусским детским хосписом, сказала, что да, вот она это прочитала, и у них есть мысль, они об этом думают изменить свой устав, чтобы они могли помогать не только детям, но и взрослым, ну, посмотрим, я просто, в принципе, считаю, что должен появиться совершенно отдельный фонд, вот, и как вот взять, и куда пойти, на улицу, что ли, там, я не знаю, обращаться к каждому, а не хотите ли вы открыть фонд случайно в Беларуси, да, вот, наверное, может быть, не знаю, как это будет решаться, но, наверное, очень важно создать вот эту почву в стране, чтобы появлялись вот эти общественные организации, и это то, в том числе, чем будет заниматься фонд, очень много зависит, на самом деле, от госорганов на сегодня, и налоговые льготы, и отмена тех ограничений в приеме платежей, которые есть на сегодня, может быть, еще, когда вот с этим мы поработаем, мы будем добиваться вот этих изменений вместе с другими общественными организациями, конечно, может быть, тогда будут появляться вот эти очень важные проекты в Беларуси. Спасибо. Я хочу сказать, что у нас осталось время только для трех последних вопросов, поэтому у вас есть возможность выбрать, какие это будут вопросы, голосуйте в слайдах. Вот сейчас вопрос такой. Расскажите, пожалуйста, сложно ли проводить фотосъемку с героями, легко ли они идут на контакт? Ничего себе, целых семь лайков. Но, очевидно, ответ будет, что по-разному. В большинстве, конечно, случаев это, если говорить про работу в именах, то это люди, которые ищут помощи, в общем-то, и поэтому они согласны, они к этому готовы, их еще и подготавливает журналист, а кому за кем-то надо бегать неделю, например, чтобы снять. И Саша бегает и не ноет. А что сделаешь? У нас очень часто бывает такое, что кто-то готов рассказывать, но фотографироваться без лица. Или у человека есть там какие-то другие страхи, что вот это нельзя показывать. Дырку на носке, например, случайно? Ну да, дырку на носке. Я не знаю, что-нибудь вообще абсолютно пустяковое, на что это не влияет. Но я, в принципе, придерживаюсь такого, что пусть ему уже будет спокойно, потому что мне не сильно важно, например, дырка на носке. Ну и тут, как всегда, еще важный вопрос ответственности. Как журналиста и фотографов, хочешь ли ты кому-нибудь навредить или нет? Это не то, что самая цензура, но это скорее именно про ответственность. У нас просто очень важно, для нас, чтобы были реальные герои, мы с анонимами вообще работать не хотим. И поэтому, когда отказываются герои, и их получается уговорить на фото до неузнаваемости, ну вот Саша, он сегодня с этим справляется, и вот он, наверное, один из немногих, кто может сфотографировать так, что человека нельзя будет узнать, изменить его походу. Ну все так могут. А делаешь только ты. Спиной поставить. Не, ну спиной. У нас же более художественные фотографии есть, чем просто спиной. Я, откровенно говоря, вообще против такой фигни, когда человек собирает, ну начинает говорить, а потом начинается. Только давайте меня не будем показывать. То есть, как по мне, когда человек уже собирается рассказать, рассказать про какую-то проблему, то тут важно понять, что он таком же соучастником становится этого рассказа вместе с журналистом. И как только он уже согласился рассказать, это понятно, что никакой стопроцентной безопасности вообще быть не может. И я не уверен, что то, что не видно лица, как-то ему поможет. Потому что безопасность это просто не раскрывать рот. А так, в любом случае, скорее всего, все столкнутся со случаями, когда хотят там они или не хотят кому-нибудь навредят и своих героев. Тимакшима стать вашим корреспондентом без опыта працы? Ну, мы приглашаем вообще авторов попробовать себя, но очень важно быстро, наверное, учиться и быть готовым к тому, что придется работать по другим правилам. Либо, если нет опыта вообще, для нас журналистское, допустим, образование не принципиально. Я даже не знаю, у кого из наших ребят есть, но или его нету. Но то есть очень важно очень мало быть хорошим человеком. Я это сразу хочу сказать. То есть очень долго мы не сможем, наверное, объяснять, как надо или как не надо. То есть очень важно, чтобы пришел человек, который бы хотел научиться и быстро мог словить, как именно ему учиться. То есть мы с этим готовы работать, готовы расти журналистов, и готовы, мы заинтересованы в том, чтобы журналисты видели, даже если они начинающие, видели другие подходы к журналистике. Если им интересны эти жанры, мы будем объяснять и показывать. Здесь главное именно желание. Я сталкивалась с тем, что приходили, почему, может быть, я так или непонятно, или категорично где-то объясняю. К нам приходили авторы, которые были без опыта, но как только ты начинаешь им говорить, что вот так, вот так, вот так, вот нужно, так не нужно, вот сразу человек, как бы, он говорил, что нет, я так не считаю, и начинал отстаивать какие-то свои правила. Ну, в общем, здесь важна такая вот убрать все амбиции. Я свои амбиции уже давным-давно засунула очень далеко. Все материалы показываю, допустим, ну, сейчас их мало материалов, но поначалу, когда писала, я показывала нескольким коллегам, слушала критику. В нашем случае надо убрать опытный ты журналист или неопытный, убрать вообще любые мысли о том, что ты круто пишешь, и просто быть готовым к тому, чтобы учиться чему-то новому, то, о чем мы, либо у нас не было в Беларуси, либо то, о чем мы очень давно забыли. Если есть желание учиться, приходите, пишите. Можно я дополню, почти 2-3 письма мы получаем в неделю от новых потенциальных авторов, и стандартный наш ответ, пришлите нам, пожалуйста, 3-5 тем, которые вы могли бы написать для имен или истории. Вот, вы представляете, отвечает где-то, наверное, процентов 30 из этих людей. Вот, и объясните мне, пожалуйста, откуда взялся стереотип о том, что имена это СМИ о людях с инвалидностью. Это ты что-ли за вопрос? Ты за, или другой вопрос? Вот, большинство тем, которые нам присылают потенциальные авторы, это темы о людях с инвалидностью. Мы понимаем, что да, эти проблемы надо решать, но давайте будем соблюдать какой-то баланс. Ищите других героев, ищите позитивные истории, и мы с радостью будем сотрудничать. Ну, или просто другие тематики, другие темы. Да. Да, я тоже немножко добавлю, что если кто-то вдруг захочет фотографировать, то вы не забудьте портфолио прислать в письме. Только, пожалуйста, не из девочек и прочих хипстерских фотографий. Да, это очень, кстати, сразу решит много вопросов, когда вы, если будете писать письмо, чтобы вот сразу предлагали тем как можно больше. У нас есть одна из, наверное, ну, то есть авторов, которая просто прислала нам сразу таблицу тем, и сразу захотел с человеком просто пообщаться, позвонить, и вот мы сейчас как-то начали очень активно работать, и вот это очень важно, ты сразу понимаешь, по пути ли тебе с человеком, если он вообще не может сформулировать тему, то как бы это уже проблема. Вот с этим здесь, не знаю, в опыте дело или нет, ну, просто если присылаете письмо, пишите конкретные темы, и темы хотя бы, вы можете присылать даже там, не то чтобы для имен, вообще можете хотя бы присылать темы, на которые вам, в принципе, было бы интересно написать, на любые темы, но чтобы это уже была какая-то конкретика. Вот. Спасибо. И самый-самый последний вопрос. Кто его написал? Молодец, он успел. Были ли случаи, когда за эти полтора года герои грозили вам судом? Что это за материалы? Микрофон, пожалуйста. Это ко мне вопрос, да. Это был случай, когда мы работали с людьми с ВИЧ, вот, и, ну, там такая странная ситуация получилась, всегда есть такая опасность. мы договаривались о материале, у нас было три героя, мы со всеми побеседовали, была девушка-участница, которая тоже согласилась беседовать, согласилась на съемку, ну, фотографироваться, фотографировалась, видела свои фотографии, дала согласие, но оно не было, понятное дело, никак закреплено письмами, она просто сказала, да, хорошо, все в порядке. Вот. А потом, когда материал вышел, ее кто-то узнал, вот, и, да, она сказала, что если мы не снимем фото, то будет суд. Ну, конечно, тут мы пошли навстречу, потому что это, как бы... Потому что это же фото, а не текст. Ну, потому что здесь, конечно, рассказать историю, ну, как бы, и показать проблему куда важнее, чем показать лицо. Уж Саше извини. Проблемы без лица, это ничего не значит, понимаешь? Картинка стоит тысячи слов, там все такое. Я бы хотела еще раз поблагодарить всех, что вы пришли сегодня к нам. Если есть еще остались вопросы, можете писать нам их в соцсетях, мы там стараемся быстро отвечать. Вот. И очень вас попрошу, зовите своих друзей, и сами подписывайтесь на имена. Будут имена, и мы будем работать и помогать очень большому количеству проектов. Дальше все вместе. Нам сейчас очень важно выйти, наконец, на стабильное финансирование самой платформы. С подпиской это сделать гораздо проще. И несмотря на то, что многие, наверное, не понимают, как это вообще работает на самом деле, вот эти вот рубль, два, три, четыре, пять, они будут очень, скажем, незаметны для многих в зарплате, но очень могут помочь нам стать финансово устойчивыми. Вот. Подписывайтесь, пишите. Спасибо большое. Спасибо именам, что пришли. Мы вас действительно долго ждали. А вам спасибо, что вы пришли сегодня. Приходите на наши следующие мероприятия. И я напоминаю, что в этом сезоне у нас есть донейшн-бокс, и вы можете поучаствовать в нашем персональном кронфандинге. Вот. И выпить кофе еще за донейшн. Спасибо. До свидания.